Приветствую вас, друзья! Решила снять. Думаю, раз я готовлю, все равно здесь стою, почему бы и не снять ролик. Я знаю, что многие скучают именно по роликам с готовкой. Сегодня сын мне тут заказал суши сделать. Ну, в общем, короче, что-то такое азиатское, японское, китайское. Короче, азиатская кухня у нас. Так, здесь у меня кофе в моей любимой кружке в зимней. Возможно, кто-то ее помнит, эту кружечку. Она у меня из секонда. Птичка на фоне морозника. Очень люблю эту кружку. Вот. Что у меня тут приготовлено? Ну, нож, конечно же. Это суши-листья, это крабовые палочки у меня здесь. Это креветки. Сейчас там кипятится вода, я их сварю. Несмотря на то, что они розового цвета, они сырые. Здесь у меня варится рис для суши уже. Вот он там пузырится. Такой уже на половине готовности. Авокадо. Сегодня еле выбрала более-менее нормальный авокадо в магазине. Прям тяжело было. Все были какие-то очень мягкие, или как камни. Так, сейчас мы с вами сначала закинем креветки, потому что вода уже кипит. Я ее хорошо посолила, немножко туда перца добавила. Не знаю, это такой эксперимент. И сейчас закинем туда все креветки. Так, будем делать суши и ну, другие разновидности, когда шарик скатывается из риса. И как раз на такую креветку будем сверху выкладывать. Ну, их сначала надо сварить. Такие вот прямо они тут катаются. Они замороженные еще, видите? На ледяной горке можно их катать. Одна куда-то укатилась уже. Все. Закинула я креветки. Рис варится. Что у меня тут еще подготовлено? Сейчас я руку сполосну и уберу вот эту упаковку. Вот. Крабовые палочки, я сказала, уже курица. Это филе бедра. Будем делать его в панировке. Вот такую панировку мы купили. Называется она панко. Японская панировка. Ну, это просто крошка хлебная, крупная. Также мы на крайний случай вот такую взяли. Микс для теста темпура. Вот у меня еще есть креветки в холодильнике. В общем, короче, не знаю, сколько у нас всего получится. Наверное, на два дня еды мы сделаем. С учетом того, что муж мой не особо любитель. Вот. Купила такой коврик. Где-то у меня был, но я его не нашла. Васаби. Тоже было, но оно уже срок годности прошло. Я уж так давно это не делала. Купили мы соевый соус суши сашими, рисовый уксус, мирин. И купили мы еще вот такой вот соус. Это такой майонез. Ширача. Называется майонезный соус. Тоже он как раз к этому ко всему подходит. Так. Пьем кофе. И вот думаю, что делать. Так, огурцы у меня еще есть. Сейчас я достану. Помою огурцы. Зеленый лук. Разделаю авокадо. Нарежу курицу небольшими кусочками. и замариную ее. Ну и подготовлю. Еще нужно яйцо для обмакивания. Подготовлю это все. Вот. Креветки пока варятся. Они сейчас должны сначала растаять в горячей воде. Потом провариться несколько минут. Ну а рис уже на подходе. попугай решил тоже запеть. Так что продолжаю готовить. Так. Также у меня есть Филадельфия. Есть вот такие вот креветки для панировки. И есть еще у меня красная рыба. Лосось. Также у меня кусочек лосося еще запекается в духовке. Ну для мужа. И возможно мы еще сделаем один из видов роллов. суши с запеченным лососем. Вот он запекается в духовке. Кусочек просто посолила, поперчила и поставила на полчаса на 180 градусов. Кусочек 400 грамм. Так. Креветки сварились, я думаю. Не знаю, три минуты они варились. Надеюсь, что им хватит такого счастья. Вот. Пусть стоят. Пусть остывают. Они нам нужны остывшие. Так. Рис для суши сварился, по-моему. 20 минут он варился. Я его попробовала. Он уже все мягкий, дошел. Ой, дымочек. Ой, не дымок, а пар идет. Такой хороший, липкий. Ну, прям все как надо. По соли замечательно. Так что пусть стоит тоже отдыхает. Думает о своем поведении и остывает. А я пока режем курицу. Приняла ответственное решение оставить кожу на бедре. Режем такие кусочки где-то 2 на 2 сантиметра. Такие вот. Ну, и складываю сюда в миску, где я буду это дело все мариновать. Точнее, просто засыплю специями, как ей под руку покатутся. Сын тут пришел и смешит меня. Вот, я уже нарезала курицу маленькими кусочками. Так, здесь у меня специи для курицы гриль. Я немножко добавлю сюда. Ну, даже не немножко, а так как следует. Добавлю. Вот. И еще какие-нибудь специи. Сын предлагает васаби туда тоже добавить. Ну, вот это рис мы отложили для суши. Здесь еще в кастрюле остался рис. Это для мужа. Суши не будет есть, он будет есть рыбу с рисом просто отдельно. Так, в общем, сейчас я замариную курицу до конца. Добавлю, наверное, сюда еще перца. Ну, посмотрим, может, еще какие-то специи у меня есть, какие-то острые, более острые. Все перемешаю, и она будет стоять мариноваться. Сколько? Минут 10-15. Так, сын уже занимается изготовлением суши. Да, вот так вот не до конца. Я мухираю келатом. Да, ты там клейфт мутворенах аналкар. Окей. Он строил келатом. Окей. Окей. Угу. Рис, мы его заправили рисовым уксусом и немножко соли добавили. Здесь я режу огурец. курица замаринована. В общем, короче, все у нас идет своим чертом. Здесь у нас яйцо взбитое, немного воды и немного соли. Вот. Там вот у нас мука для панировки. Еще надо будет одну штучку поставить с этими, с хлебными хлопьями. Что-то как-то жидковато. Вот с этой стороны надо еще риса добавить. Первую будем делать с крабовыми палочками и огурцом. Ну, из Филадельфии, конечно же. В общем, вот подготовили. Теперь что? сын говорит, я буду снимать. Окей. Так, немножечко Филадельфия. Уберем, размазываем. Ой, надо полу ложку наверное взять. Сейчас я ложку учу. вилку уберем. Так, немножечко Филадельфия. Или надо на весь рис намазать? Наверное, не на весь. Так. Сын подает знаки. Хватит, хватит, Филадельфия. не надо столько много. Так, кладем палочку крабовую. Еще одну, еще одну и так вот отрежем лишнее и съедим. Так, кладем огурец. И теперь надо еще водой смазать краешек. Так, будем заворачивать. Вот так вот. Вроде по все нормально. Получается так, прижмем. О, какая красота у нас получилась. Так пахнет водорослями. Сейчас разрежем. Так, я смочила нож. Сначала режем пополам. Так, вот что у нас получилось в разрезе. по-моему очень даже красиво. Так, один откладываем. Так, и теперь надо на четыре части. Фиера, бихо зэхт. Да, лас зэм 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 зээзээ зэм 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 латно, уже как получилось. Вот одна такая получилась у нас суша. Кладем на красивую тарелочку. Так, опять немножечко водой смазываю нож. Следующая. Нож может быть недостаточно острая у меня. Ну так ничего. Так, еще одна суша и еще одна. И так же поступаем со второй. Вот я уже подготовила следующий лист. Знаешь, что у нас легкий беспорядок. Вот это сын тут у меня очищает креветки. Вот уже очищенные лежат. Такие хорошенькие. это у нас для темпура готовится. Здесь стоит яйцо. В общем, короче, такой вот у нас тут художественный беспорядок. Сейчас думаем, что делать. Ну, сейчас, конечно, Филадельфия обязательно. Потом, наверное, я сделаю с лососем эту партию. Так, сейчас буду делать. Так, вот у меня тут лосось уже из духовки. Я немножечко настрогала. Буду сейчас выкладывать. Хочется сделать побольше, хочется выложить побольше, чтобы было повкуснее. Так, сын уже режет огурец. Я думаю, что еще надо и авокадо добавить обязательно. Он не любит авокадо в суши и говорит нет, не надо, не порти. А мне хочется авокадо добавить. Ну, ладно. Раз он огурец уже режет, придется добавлять огурец. Ну, вот, я напихала рыбы, сколько влезло. Сын дострогал, как мог, огурец. И я еще немного васаби намазала для перчинки. Так, что сейчас буду заворачивать. вот такие вот получились две уже мы, конечно же, с сыном попробовали. Кстати, очень вкусно с запеченным лососем. Не с соленым, а с запеченным. Ну, и макать, естественно, в соевый соус и будет та вкусная добавка соли от соевого соуса. Получается очень даже неплохо. Я бы еще авокадо добавила, но в другой раз. Ну, все, сейчас уже приступаю к курице. Уже время поджимает. Так, вот я разогрела масло на сковородке. Много. Потому что это вроде как в фритюре будет жариться. Вот у меня курица. Так, я беру пару кусочков курицы. Можно в муку, но у меня вот этот вот темпура, смесь для темпуры. Это тоже типа мука, но тут рисовая мука. Так, потом мы что делаем? Потом мы это все добро кладем в яичную смесь, обваливаем в ней, а потом уже мы обваливаем вот в этих хлебных крошках. Как следует. Так вот. Так, и потом уже мы кладем это все в масло. вот. Так что главное. А тут я мужу рыбу и рис разогреваю, потому что он не хочет все вот это вот все непонятное и странное. Он не хочет есть. и вот опять обваливаю в крошки. Так, и кладу масло. и так буду делать со всей курицей. Буду обжаривать порциями. Вот такие вот кусочки курицы в панировке у нас получаются. В общем, вкусный очень ужин, сказал сын. Мужу тоже все понравилось, поэтому я уже заканчиваю свой ролик сегодняшний. уже время поджимает и надо убирать всю эту катавасию на столе тут. Тут курица у меня дожаривается еще, то есть что-то уже я перевернула, что-то еще обжаривается, так что я стараюсь как следует, чтобы все прожарилось, потому что все-таки это курица. Такий вот такой вот влог получился. Не знаю, пишите, понравился ли вам такой влог с готовкой. Это просто домашний влог, домашний кулинарный влог. нашего как мы готовили наш ужин. Желаю вам всего самого хорошего, будьте здоровы и до новых скорых встреч у меня на канале. Пока-пока! Продолжение следует...